однажды практически у каждой женщины были такие события при котором возможно подруги или возможно сама женщина или возможно кто-нибудь из близких из мужей друзей знакомых или еще кто-либо пошутил и сказал некие слова которые могут блокировать возможность данной женщине когда-либо выйти замуж данные слова звучат так они звучат как ты никому не нужно так кому ты нужна вот говорят так там так кому ты нужна и после этого такое незаметное словосочетание произнесенное один раз но в самое сердце один раз но очень энергетически сильным человеком один раз но в сердцах как в народе говорят или один раз но искренним или многократно кем-либо в виде шутки но шутка это тоже эмоции или тоже вибрация могут создать некий такую некую систему которая называется обетом безбрачия именно вот это слово когда говорили да кому ты нужна может поселиться в голове и женщина может периодически говорит так кому и нужно так я уже такая никому не нужна и две же старые никому не нужно я извиняюсь за эти слова потому что я считаю что люди не стареют они просто видоизменяются или там там я полная кому я нужна или там у меня куча детей кому нужна мне 40 лет кому я нужна мне 50 лет кому нужна до молодых не берут а я кому нужна и тогда вот так многократно человек себя проклинает представляете и нужно это обязательно убирать сразу же хочется это программы то есть такие программы человек себе ставит на протяжении своей жизни может это делать в юности многократно кто-либо для человека может создавать эти программы можно ли их каким-либо образом убирать до них можно убирать следующим образом когда вы будете ложиться спать перед самым сном произнесите следующие слова я нужна всем мужчинам и ложите спать случае если это делать ежедневно то вы начнете вы увидите насколько заметно увеличится обращение на вас большого количества мужчин вы знаете что жизнь устроена по принципу такому что допустим случай если женщина говорит я мечтаю быть мужчине во всем опорой и подмогой то тогда это выглядит так один стакан полный один стакан пустой вот женщина должна выбрать будучи сама наполненная желанием того чтобы быть опорой для мужчины она должна выбрать мужчину который нуждается в том чтобы такая опора в ее жизни в его жизни появилась то есть он человек которому необходима помощь опора и женщина говорит я буду для него опоры буду во всем помогать то есть в она должна притянуть свою жизнь такого мужчину который будет нему не будет иметь опоры у которому нужно будет во всем помогать маменька вновь сыночка и так далее то есть и так же и в жизни женщины обычно это выглядит по принципу противоположности женщина допустим говорит я хочу найти мужчину я хочу найти мужчину то в противоположность будет мужчина который не хочет искать женщину то есть это будет нечаянное знакомство давайте еще раз я скажу смотрите все устроено по принципу противоположности а если женщина говорит да найдется сам по себе мне все равно и не буду искать то тогда будет противоположность вас найдет мужчина который целенаправленно будет искать вас это одна из самых главных тайн которая есть в эзотерике вы представляете в случае если женщина допустим хочет найти богатого мужчину и она говорит я хочу найти богатого мужчину я буду стараться для этого мужчину все делать буду его любите обожать то на самом деле она не найдет богатого она найдет наоборот бедного ничего не умеющего делать или если женщина говорит я еще мужчина хочу выйти замуж тогда она должна найти мужчину который не ищет женщин и который не хочет жениться все вот так а как же изменить свое мировоззрение в случае если женщина в какой-то момент начнет отвлекаться от этого и говорит да мне вообще все равно меня найдет сам я искать даже не буду то после этого найдет ее нужный потому что если она не ищет если она на этом не зациклена то тогда найдет ее кто-то кто будет искать и будет на этом зациклен именно поэтому основные проблемы у женщины возникают женщины которые ищут или ищут они попадаются на тех кто не ищет и не хочет вот смотрите как устроена я хочу найти выйти замуж тогда она в противоположность должна искать того мужчину или и найдет тот кто не ищет этот кто жениться не хочет вот так из песни слов не выкинешь случае если вы все-таки услышите меня подумайте над этим еще многократно используйте это самое важное что есть я обычно смотрю на таких женщин и всегда улыбаюсь потому что мне их бесконечно жаль потому что тайна она открыта просто на это никто не обращает никогда внимание а для того чтобы женщина вышла замуж за очень богатого то нужно обязательно чтобы она мечтала безвозмездно тратить огромное количество чужих денег но это подразумевает что она будет вот такой негодяйкой возможно в чьих-то глазах или сволочью почему но противоположности этому она найдет мужчину который будет неоднозначно хотеть чтобы нашлась какая-то женщина которая будет бесконечно и много тратить его деньги вот так не обязательно тратить их на тряпки губы там или еще на что-то возможно она будет помогать их тратить ему же для его бизнеса то есть жизнь устроена вот так если один хочет допустим я буду ему во всем помогать тогда он должен быть ущербный ему нужно во всем помогать я буду везде за ним ходить тогда этот человек должен будет быть я не знаю там не видеть ничего во все ударяться чтобы она везде ходила его везде сопровождала все вот так наоборот именно поэтому случае если женщина говорит я хочу найти выйти замуж то тогда ей должен попасть а тот кто не ищет и замуж или жениться не хочет и изменение своего мировосприятия по принципу а я не ищу мужчину и не все равно там надо найдет сам я искать не буду то в этот момент ее начнут искать и ее сто процентов найдут представляете смотрите дальше